Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя проблема заключается в отношении с мужчинами. Когда на втором-третьем свидании речь заходит о физической близости, мне становится тревожным. Мысли такие, а много ли этот мужчина в меня вложил, а вдруг ему только от меня это и надо, а если это произойдет, и он исчезнет, мне будет больно, что меня использовали. У меня страх какой-то физической, эмоциональной боли. Вдруг он будет груб со мной, или использует и пойдет дальше. Я буду страдать и сожалеть, что это произошло. Как таковой страсти, которая застилает разум, я никогда не чувствовала. Да, была симпатия, легкое возбуждение, но я все контролирую, не кидаю свои эмоции, не подумая о последствиях отношения, поэтому как-то и не складываются. Я, получается, отвергаю, сбегаю, нахожу много причин, чтобы прекратить общение. Да и мужчины особо не стремятся. Добиться меня, понимая, что спать я с ними не собираюсь так скоро, как они хотят. Меня, честно, одолевает зависть тем мужчинам, которые с локацией занимаются сексом и не думают, что будет потом. Получая удовольствие, не заморачиваясь, но я не понимаю, как это у них происходит. Неужели им потом не обидно, что их использовали на один-два раза и перерастет ли это в отношения? Ну, помогите, пожалуйста, понять, что со мной не так. Не вижу грани между моей тревожностью на самом деле и на самом деле интуиция, которая подсказывает, что этим мужчинам не надо связываться, так он причинит боль. Ну, смотрите, во-первых, речь идет, наверное, о... Вот в первую очередь о чем стоит сказать, да, это о ценностях. То есть, понимаете, если для вас ценны отношения, только серьезные отношения, то в таком случае, конечно, странно, что мужчины на втором прятом свидании уже говорят вам об интиме. Но если вы говорите о серьезных отношениях, то, честно говоря, в таком случае, несколько странным и неподходящим выглядит и формат, с которым вы знакомитесь с мужчинами, а именно свидание. Дело в том, что на свидание внимание человека акцентируется на одном, на гендерной составляющей партнер. Если до этого у людей не было ничего общего, не было, если у людей общего опыта, опыта переживания чего-либо, опыта преодоления чего-либо. Вот, понимаете, да? То есть, вот, если вот чего-то такого не было, да, на свидание всегда уделяется вниманию гендерной составляющей. Это нормально. Поэтому, если для вас ценные серьезные отношения, то свидание как фундамент для этих самых отношений, мягко говоря, подходит не очень. Другой вопрос. Не хотите ли вы себя защитить? Ведь ваши мысли относительно того, что вас используют и так далее, это история про то, что вас могут использовать, то есть здесь имеют место быть проблемы. с самооценкой и с принятием ответственности за то, что вы хотите. Отношение к сексу в целом. Я бы сказал, что вы, вероятно, ну, боитесь секса, относитесь к нему, может быть, как к чему-то. Знаете, ну, такому вот стыдному такой вариант, такой расклад может иметь место. Поэтому отношение к сексу, пожалуйста, вот попробуйте сформулировать. Почему секс с вами это всегда происпользование? А вы его не хотите? Смотрите, вы не обязаны. То есть я сразу оговорюсь, что вы не обязаны. Вы не обязаны заниматься. Но как вы сами относитесь к нему? Это важно. Что касается боли эмоциональной, то это история про невозможность ее выразить. Невозможно сказать об этом отсюда страх боли. Вот. А что касается того, что вы спрашиваете, а много ли мужчина в меня вложил, да? То это история про неощущение собственной ценности. Ну вот, сложно. Вам почувствовать себя ценно. Пытайтесь вы это сделать посредством мужчины. Буквально набивая себе цену. Ну, мужчина цену вам не набьет. Вы себя обесцениваете изначально уже до того, как вот с мужчиной в отношении вступили. Вы уже себя обесцениваете именно тем, что думаете, а что вот он в меня вложил. Вот. Понимаете, да? То есть тут вот такая история, и это, конечно, нужно корректировать. На самом деле, на самом деле, любой мужчина может причинить боль, и... Дело не в этом, но дело в том, чтобы быть, ну, естественной. Если хотите чего-то сделать для него, или чего-то сделать для себя с ним, делайте детство. Ну вот. А вы же пытаетесь контролировать, пытаетесь вычислить, достаточно ли уже, и так далее. Вот. Вы говорите про других женщин, например. А, и вы говорите, что это использование. Ну, так... Все друг друга используют. Все друг друга используют. Что здесь такого-то? Дело не в том, используют или нет. Дело в том, я от этого хочу. Вот. Я сама хочу этого. Понимаете? Ну, и повторюсь, что... Основная идея, это то, что ваша... Ценность, она вот... Достаточно сильно... Получается... Хромает. И вот ее нужно, в первую очередь, поправить. Связано это с тем, что вы, вот, я бы сказал... Нереализованы в полную меру. То есть вы не чувствуете себя реализованной, Вы не чувствуете себя... Ценной, и вот... Отсюда у вас такие мысли. Где-то вы себя довольно сильно зажимаете. А где вы себя зажимаете? Представить еще выяснить. Где... Где, как вы себя зажимаете? Это предстоит выяснить. Вот. Вот. И я думаю, что вот... Ну... Перестать это делать. Перестать себя зажимать. Вот. А более полное раскрывание, если у вас не будет... Такой проблемы. Как использовать, не использовать. Вот. А вот... К... 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 Смотрите на то, в первую очередь, как к вам человек относится. Вот. И не как вы относитесь к нему, да, а как он к вам относится. А на себя вы как-то вот внимания здесь не обращаете. Что и выглядит для меня наиактуальнейшие проблемы. Вы спрашиваете, значит, а что с вами не так? Не вижу грани между моей тревоги на самом деле и интуиция. Интуиция – это ваша проекция, то есть, понимаете, как вам так сказать, с помощью интуиции вы увидите явные признаки. Ядные признаки, явные признаки того, что человек может получить боль. Вот. Именно явные признаки только. более-менее не явные признаки увидеть вы уже не сможете. Понимаете? тревожность. Поэтому тревожность, о которой вы говорите, связана не с мужчиной напрямую, а со смежными аспектами, со смежными моментами, вот, которые лежат в вашей жизни. Мужчина здесь ни при чем. Понимаете? Дело здесь не в том, я на всякий случай, вот, еще один момент поясню. Дело здесь не в том, чтобы вы кидались в ум, да. Дело здесь не в том, чтобы вы бросались на мужчин, особенно, если вы не хотите этого, да. Ну, понятно, что не надо ничего делать против своей воли. Но просто вы как-то так себя позиционируете, что секс нужен только мужчине. Вот. И он как бы должен за него платить. Ну, я думаю, что не нужно говорить о том, в каких случаях мужчина платит деньги. Вот. Поэтому вы себя, я бы сказал, обесценивать. Опять же повторюсь. Вот. Текст нужен не только мужчине, да, но и вам. Это нормально. Я думаю, что, я думаю, что дело здесь в ваших установках, я думаю, что дело здесь в том, что вы несете своей семьей. Вот. Потому что зачастую это родительская такая позиция. Что касается социальной влюбленности, то, на мой взгляд, это результат такого вашего, скажем, потального контроля. Вот. Я бы так это сказал. То есть, ну, любовь, любовь в влюбленности, да, не могут родиться там, где, ну, там, где есть стремление, тенденция к контролю. Вот. Я думаю, что именно по этой причине, вероятно, вы, вот, как мне, ну, не чувствовали, да, влюбленности тогда. Потому что это, это, ну, влюбленность, да, это, ведь, ну, просто. Это про возможность, это про возможность дать что-то человеку. Это про возможность, ну, отдать ему что-то, про возможность отдавать. А вы же, отдавать боитесь, для вас, по сути, любая, как я понимаю. Любый процесс отдачи, это страх, который вас использует. Вот. Ну, очевидно, что в этом вот как-то вы себя вот достаточно принижаете, как я уже сказал. Вот. Вот. Поэтому с этим мы не работаем, что-то они правильно докорректируются. Вот. Другое дело, что у вас механизмы защиты могут работать достаточно сильно. и, вот, очень может быть, что вот эти механизмы защиты, они вам, когда-таки, ну, будут мешать. Вот. Вот. Но это корректируется тоже. То есть, что они являются, ну, чем-то критичным, так скажем. Вот. 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 Было бы желание. Другой вопрос заключается в том, чего хотите вы. То есть, ну, одно дело, если я повторюсь. Вот. у вас ценности, ну ваши ценности, вот они такие, например, да, все отношения должны быть серьезными, вот обязательно должны к чему-то приводить, это одно дело. И другое дело, если в этом, ну, как-то нет ваших цен, что вы это делаете из страха. Вот, это совсем не то же самое. Вот, на это я просто хотел бы обратить вам ваше внимание, чтобы вы подумали об этом. Вот, такой ответ я мог бы вам приглашать с точки зрения психологии и с точки зрения психотрафии. Ну, а вам само собой нужна, нужна помощь, вот, задачами поработать, боль прожить, которую у вас, вероятно, имеется, вот, как-то, ну, каких-то таких, больших, на мой взгляд, масштабах. Вот, и дальше уже нужно будет смотреть, в какую сторону вы могли бы, а, хотели бы двигаться, чего бы хотели бы делать. Вот, на этом все. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Извините. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.